Благодарю, Татьяна. Добрый день, уважаемые слушатели. Очень рада видеть тех, кто я смотрю по зарегистрированным участникам слушателей, которые неоднократно уже бывают на моих вебинарах и новичков. Здравствуйте еще раз. И сегодня мы поговорим, на мой взгляд, на ту тему, которая на сегодняшний день, конечно, звучит наиболее выпукло, на ней делаются акценты, но мы с вами поговорим об эффективных приемах патриотического воспитания. Я захвачу возрастной контингент детей до школьников. Школьников, может быть, даже информация будет полезна и для тех, кто работает с подростковым контингентом и даже старшими классами, потому что я, выстраивая сегодняшний материал, пошла следующим образом. Традиционно я в завершении представляла вам списочек публикаций источников, из которых вы можете для себя подчеркнуть какую-то дополнительную информацию. Сегодня после определенных тематических блоков, обращайте, пожалуйста, внимание, на слайдах будут даваться ссылки, где вы можете найти те или иные сценарии разработки из тех приемов, которые я сегодня кратко или на которых подробно остановлюсь. Ну и, конечно, примеры того, как в конкретной своей профессиональной деятельности педагогическом можно эти приемы реализовать. Итак, актуальность этой темы, конечно, обусловлена следующим. В связи, как вы понимаете, с обстановкой политической, геополитической в нашей стране сегодня достаточно остро стоит вопрос о патриотическом воспитании детей и вообще в целом подрастающего поколения. И согласитесь, те, кто имеет уже и большой опыт работы педагогический или только кто начинает, потому что мы сами проходили стадию социализации, все-таки гражданско-патриотическое направление всегда вкладывались и будут вкладываться самые активные силы. Но, к сожалению, регулярные воспитательные меры в образовании последнего десятилетия, хочу отметить, они почему-то привели к обратному эффекту со стороны именно молодого поколения. Но почему, мы ответы с вами, конечно, знаем. Сложно увлечь современного подростка деятельностью, которая вот как раз была бы напрямую связана с патриотизмом, с его воспитанием. Но любая инициатива педагога вот в данном направлении почему-то у подростков больше вызывает, наверное, негативные эмоции и ощущение такого навязывания у учащихся. Вот как миновать подобные психологические барьеры, как найти общий язык с нашими детьми, хотя, я думаю, большинство сегодняшних слушателей вы скажете, я обязательно с вами соглашусь с тем, что ваша профессиональная деятельность через изучение сказок, через внедрение, скажем, традиций, через национальные особенности праздников, которые мы проводим с детьми. Ведь это уже есть патриотизм, согласитесь? Давайте посмотрим, что подразумевает наш классик Василий Александрович Сухомлинский, когда говорит о патриотизме, причем не обращаясь к этому термину, да, это достаточно широкий термин. Он обращается к детству, как к миру открытия, к тому, чтобы мы, взрослые, сделали его таким, чтобы ребенок познавал не только человека, не только себя, но и отечество, его красоту и величие. Как у маленького деревца, цитирую дальше, да, под землей поднимающийся садовник укрепляет корень. Вот такая наша с вами метафорическая задача вырастить подрастающее поколение и без навязывания патриотических идей все-таки воспитать его в чувствах безграничной любви к нашей Родине. Каким образом? Как? Ведь каждая эпоха и каждая историческая ситуация, а мы в ней тоже пребываем с вами, она по-своему и по-особенному, наверное, отражается на мировоспитании, в том числе и патриотическом. И вот это чувство сегодня, как никогда, подвергается испытаниям. Изменилась и страна, отечество, Родина, пересматривается прошлое, переписывается история, переписывается выгоду каким-то идеям, идеологиям. Поэтому нас с вами, педагогов, прежде всего, не может не тревожить наше с вами настоящее. Ну и вот эта настороженность к будущему, прежде всего, конечно, неопределенность будущего, она должна каким-то образом нами корректироваться с тем, чтобы эта неопределенность все-таки превращалась в более определенные контуры. И вот акцент на том, что патриотическое воспитание в этой части играет, конечно, главную роль, мы сегодня с вами поговорим. В переводе с греческого патриотизм – земляк. То есть это вот та самая неприходящая ценность, о которой мы всегда помним, осознаем, но не всегда говорим. И вот в наших воспитательных задачах, в наших педагогических приемах и стратегических программах он, конечно, был заложен. А сейчас мы этому уделяем больше внимания. И все сферы жизни общества и в целом государства, конечно, пронизываются этим явлением. Почему? Потому что как язык, как и культура, и через язык, и через культуру, патриотизм, он становится настоянием личности. Конечно, публично мы не говорим, я патриот. Но вот это чувство, особенно те, кто бывал за рубежом, наверное, да, согласитесь, неважно, туристические маршруты это были или какие-то культурно-просветительские, или, может, даже какое-то постоянное место жительства. Но вот это чувство, оно у нас есть, было, и наша задача теперь дать почувствовать это чувство о, простите за тавтологию, о наших детей. Как? Каким образом? Цель и задача, уважаемые коллеги, я постаралась в таком очень простом, наверное, формате вам сформулировать и представить на слайде, перечислять я их не буду, но цели и задачи были мной, и мы с вами не можем не отходить, конечно, от некоторых номенклатурных вещей, были, конечно, сформулированы с опорой на концепцию государственной программы, которой мы с вами придерживаемся, это стратегия развития и воспитания в Российской Федерации по 25-й год. И вот как раз важной составной частью здесь мы видим формирование патриотизма. И заметьте, наряду с патриотизмом культура межнациональных отношений. И вот эта проблема на сегодняшний день, конечно, важна в современной школе, в современных образовательных учреждениях и дошкольных в том числе, поскольку модернизация, я цитирую некоторые фрагменты из этой концепции, духовно-нравственного патриотического воспитания связана с выявлением и сохранением накопленного лучшего в традициях и воспитания для подрастающего поколения, обновлением содержания того, о чем мы говорим, и, конечно, проектированием новых технологий. Сегодня мы еще к этому вернемся, к этим эффективным приемам новых технологий, которые можно нам с вами использовать и вот в этой части воспитательной деятельности. Еще раз повторюсь, уважаемые коллеги, я списочек источников решила не выносить отдельно слайдом, а вот все, что, допустим, юридически или теоретически, или даже практически уже отработанные сценарии, существует некоторых приемов, о которых мы будем говорить, я вот такие ссылочки вам готовы буду на каждом слайде давать, и вы уже для себя можете в дальнейшем использовать. Очень бы хотелось, конечно, чтобы строки из предлагаемого Еленой Ковалевой стихотворения не остались просто декларативными. Основной целью патриотического, духовно-нравственного, я ставлю и рассматриваю эти понятия на одной ступени, воспитание является, конечно, ориентация нашего подрастающего поколения на те ценности отечественной культуры, которые требуют бережного их сохранения и передачи детям уже тех детей, кого мы с вами воспитываем. Еще раз повторю, что патриотизм, как многогранное, мы успели даже по содержанию, по термину, явление содержательное включает в себя и любовь к родным местам, и многие наши с вами воспитательные мероприятия, начиная с дошкольных учреждений, завершая среднеобразовательные и высшей вузовской системы, они ориентированы как раз на то, чтобы не показать, а прочувствовать любовь к родным местам, почитать историю своей Родины и, конечно, гордиться за свой народ, уважать представителей других этнических групп и наций в нашей инновациональной стране, в том числе и республики, где я живу. Я вот смотрела по чату сегодня, у нас очень много представителей, Казахстан, Молдавия и Белоруссия, рад вас приветствовать. И обычаи в культуре показывать на фоне того, как сопрягается это кладезь нашего опыта предыдущего нашего с тем, что мы будем транслировать дальше. Чем больше мы передаем того, что нам передали, за счет этого, конечно, будет держаться любая нация, любой этнос и любая Родина, страна. И какими бы сегодня вот эти слова, казалось бы, высокопарные, не наполнялись смыслом, но они имеют место быть. И мы с этим считаемся. В Российской Федерации комплексным развитием, таким сопровождением разных видов деятельности, которые включаются в понятие, о котором мы с вами говорим, патриотическое воспитание, занимается вот такое, с сокращенным названием Роспатриотцентр, Федеральное государственное бюджетное учреждение, Российский центр гражданского патриотического воспитания детей и молодежи. Вот как раз на сайте я очень подробно изучила сферы деятельности, направления этого сайта, очень широкие, и невозможно в рамках одного вебинара это захватить, но я вот в рамках нашей темы, конечно, остановлюсь. Вот реализует Роспатриотцентр такой проект, как патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и координирует вот сопряженный, очень тесно, проект «Социальная активность». Сегодня вот на некоторых приемах, которые предлагаются этим центром, мы поговорим, и они вполне, поверьте мне, реализуемы в тех рамках учреждений, в которых вы работаете. Вот этот центр выделяет 10 граней патриотического воспитания молодежи. Посмотрите, какие они широкие. И еще раз повторюсь, с первых минут я с вами, когда начала диалог в сегодняшний день, я, в общем-то, сказала, что мы этим давно с вами занимаемся. Понятно, что педагогика, культура, медиа. Вот по поводу медиа – это уже отдельный разговор, прослужение отечеству, спорт, добровольчество, экология, история, семья и наука. Вот в целом все перечисленные направления формируют представления обучающихся любого звена, о родине, о ее культурно-исторических традициях, достижениях, ценностях и, конечно, лучших представлений. Вот как реализуются эти направления, мы с вами дальше и посмотрим. Ну, понятно, что это комплексный подход, представляют собой основные направления. Я изобразила для вас примерно так. И каким же образом научить любить родину и возможно ли научить любителей, это все-таки наше такое врожденное чувство передаваемое или только социализируемое чувство. И как вырастить патриотов? Сейчас задаются этим вопросом многие. И это вопросы от них непраздные, поверьте, потому что от них, сегодня посещающих дошкольные детские учреждения, сидящие сегодня за школьной партой, зависит будущее нашей и не только нашей страны. На наш взгляд, современное образовательное учреждение, независимо от ее статуса, это дошкольное учреждение, гимназия, лицея, это коррекционная школа или общеобразовательная, как раз остро нуждается в некой трансформации этих направлений, которые перечислены перед вами. И такая работа нацелена, конечно, на привлечение родителей. Я перечислила только часть из тех, вам близко известных, потому что вы в этом живете. Это наша среда педагогическая, да, это и беседы, консультации, и участие в конкурсах, праздниках, развлечениях на разные темы, еще раз повторюсь, и традиция, которая через литературу, через сказки, через классику нашу пронизывают вот те темы, к которым мы всегда обращаемся, но не можем не употреблять даже те термины, о которых мы сегодня говорим. Без родителей, конечно, такая работа будет осложнена тем, что семья, семья – это все-таки первоосновы, мы с вами говорили. В языке, в семье, простите, закладываются и отношения к языку, и отношения с близкими, окружением – это уже такие априори признанные вещи, которые мы с вами просто в разных вариациях всегда доводим, начиная с малого детского возраста, и, конечно, говорим уже на эти темы со взрослыми нашими учениками. С раннего возраста, конечно, наши детки начинают осознавать себя частицей нации, народа, родины, поэтому с дошкольного и младшешкольного возраста следует воспитывать вот это вот чувство достоинства и себя, как представителя некой нации большой и малой гордости за малую родину и свою страну. Ответственность вырабатывать уже с детства как за себя, так и за своих близких. Ну, понятно, что патриотизм – это одно из нравственных качеств, да, согласятся все, и формирование его начинается с детства. Так вот, правильная организация по этому воспитанию именно дошкольников прежде всего основана на знании их возрастных возможностей и психологических особенностей. Об этом мы всегда должны помнить. И, переходя к практической реализации таких вопросов, мне бы хотелось несколько слов сказать об учебно-методическом пособии Альфиры Фанисовны Сагитовой. Я имела честь быть рецензентом этого учебно-методического пособия. Вот данные перед вами и электронная почта автора, кстати, я, по-моему, видела в числе сегодня присутствующих даже. Пособие я листала и могу вам даже вот показать. Оно есть в таком распечатанном варианте. Сейчас находится оно у нас в Министерстве науки и образования нашей республики. Очень хочется надеяться, что пройдет все этапы для получения грифа и размножения, тиражирования уже в рамках республики по всем нашим дошкольным учреждениям. Чем вот мне лично понравилось и подобного рода пособия. Скорее всего, даже среди слушателей есть разработчики подобных пособий, которые в рамках и своего учреждения, или, может быть, даже уже напечатали. Вот ценность этого материала, как мне кажется, очень актуальная и в рамках нашей республики, и, не побоюсь сказать, наверное, для всей нашей России многонациональной, потому что материал этого пособия, он обладает очень таким большим авристическим потенциалом. В чем потенциал заложен? Ну, во-первых, большое количество иллюстраций, тематически связанных. Они воспринимаются очень легко. Цель и задача автора, представлю вам на слайде, сама пока охарактеризует это пособие. Если будут желающие, вот здесь еще раз повторяю, есть электронная почта, я думаю, проконсультироваться или пообщаться с автором этого пособия. И надеюсь, когда пособие будет издано, может быть, даже и приобрести в качестве образца или какой-то опоры, чтобы свое подобное нечто создать в каждой республике, в каждой, мне кажется, национальном округе и в целом России можно вот такое сделать, да, потому что опыт работы у многих достаточно большой. Так вот, не только иллюстрация, а вот уместная в контексте изучения каждой буквы, не случайно это азбука, да, у нас азбука «Мой край родной Машкортостан», точно так же можно «Мой край родной Удмуртия», да, Молдавия, Казахстан и так далее. И легко воспринимаются стихотворения, интересные факты. Вот посмотрите, такой обзор с опорой на ту презентацию, с которой автор уже выступал у нас, проходя очередной этап представления этого труда. Да, и факты о знаменательных событиях, и вот у нас на следующий день предстоит юбилей столицы, очень интересные факты в связи с этим. То есть все, что способствует закреплению нового знания. Есть и ребусы, есть и головоломки, то есть вот то, что детишкам интересно, и это, конечно, такое практическое руководство, нужное, на мой взгляд, воспитателям. И вот здесь тоже краткая характеристика, обратите внимание, буквы, алфавиты сопровождаются значениями слов, они, в свою очередь, иллюструируются картинками, стихотворения, пословицы, объекты культуры нашей республики и столицы, не только столицы, но еще и городов республики, но и попутно, конечно, животным, растительным, фауне и Башкортостана, и есть дидактические игры. На мой взгляд, это очень такое интересное пособие, и можно использовать с точки зрения автора как в печатном варианте. Вот еще раз повторю, у меня на руках уже есть такой очень красочный формат А4 с такими атрибутами нашей республики. Издание уникальное, на мой взгляд. И, конечно, для бесед уже с родителями и детьми. Такой вот речевой материал, богатый, об образах, символах Машкортостана, традициях и так далее. А вот, безусловно, азбука – это подспорье и воспитателю в изучении истории, культуры, природы Башкирии. Вообще логика и содержание пособия соответствуют тем требованиям, которые к подобного рода жанру изданий предъявляются. Я стараюсь время дать вам на то, чтобы вы могли просмотреть примерную структуру, макет вот этого пособия и как примерно расположено. Вот сама Альфира Сагитова работает уже, опробирование прошло, прошел материал достаточно солидный этого пособия. И в сопряжении с учебным материалом, достаточно увлекательной, доступной форме, азбука знакомит и в такой доступной, еще раз повторю, форме с научными явлениями, природными объектами, социально-культурными, историческими, просветительскими артефактами, как столице, так и других городов нашей республики. Вот я убеждена, что подобного рода издания, основанные на вашем опыте, уважаемые коллеги, во-первых, нужно, конечно, этот опыт вот таким образом представлять. И это внедрение таких вот вещей в образовательный процесс в работе с малыми детьми, с младшешкольниками, здесь можно подчеркнуть отдельные факты. В воспитательной практике это не только позволит усовершенствовать сам процесс патриотического воспитания детей, указанного возраста, но и будет ориентировать наше подрастающее поколение на такие базовые национальные ценности, как малая родина, семья, природа, этнос, родная страна и родина. Ну и вот обращаю внимание ваше на то, как игры вписываются весьма гармонично, вот скажем, в связи с изучением буквы «Ю», дидактическая игра юрта, цели, задачи расписаны. Я отдельно здесь только представила вот слайды, и как вот действительно азбуки учиться всегда пригодится. И понятно, что различные форматы общения с разновозрастными детьми предполагают и различные приемы в педагогической деятельности. Давайте обратимся к классическим традиционным формам, вам известным, разновозрастным. Сразу обращаю внимание, где информацию можно подчеркнуть. Я классифицировала следующим образом. Концертные программы, военно-патриотические игры, спектакли, дни памяти, экскурсии и прочее. Вот, пожалуйста, мой край родной. Это, конечно, уже с дошкольного образовательного учреждения. Эти приемы вполне можно использовать и внедрять их в педагогический процесс. Старшие уже, младшие классы и старшие, среднее образовательное звено и старшие – это и тематические вечера. И вот все, что здесь перечислено, я буду давать вам ссылочки, где можно подробные сценарии или апробированные методики подчеркнуть. И в завершение остановлюсь на одной из экскурсий как формате того способа обучения, который предполагает интерес у подрастающего нашего поколения. Итак, интернет-конкурсы, интернет-соревнования и подобного рода материала можно подчеркнуть, вот ссылочку даю, где есть список. И можно проводить не только нам привычные конкурсы рисунков и стихов, это уже даже с дошкольного учреждения. Презентации, видеоролики – это могут уже детишки из младшего школьного возраста. Это разработка сценариев, интервью – это, конечно, среднее и старшее звено. Вот публикации, исследовательские работы, безусловно, мы привлекаем уже начиная со среднего, ну и преимущественно старшее школьное звено. Очень удачные есть примеры. Посмотрите, кого заинтересует вот такой формат проведения каких-либо конкурсов вот такой направленности. Следующее, что особенно важно и в связи с внедрением технологий, которые мы с вами тоже активно начинаем пользоваться, и без них, наверное, уже сложно представить себе наше педагогическое взаимодействие, это виртуальные экскурсии и выставки. Очень удобные для периферийных учреждений образовательных, у которых, может быть, есть сложности с тем, чтобы добраться до каких-то мест, вот посещение виртуальных экскурсов для детей и школьников. То есть здесь можно по возрасту сориентироваться, найти именно то, что вам необходимо. Есть на сайте kultura.rf тоже виртуальные туры и панорамы трехмерные в музеях крупнейших наших. Например, мы не можем попасть в Москву, пожалуйста, Третьяковскую галерею, художественную галерею, архитектурную ансамбль. Вот по этой ссылочке можно выбрать в соответствии с возрастом ваших детей и по времени, потому что понятно, что там часовую экскурсию виртуальную вряд ли выдержат наши младшие. По времени тоже можно сориентироваться и рассмотреть выставки и воспользоваться возможностью виртуального посещения подобных экскурсий. Флешмоб в последнее время мы очень часто видим и сами участвуем в нем. Что такое флешмоб? Заранее спланированная такая массовка или массовая акция, где большая группа людей, детишек, молодежи можно в общественном месте выполнить какие-то заранее договоренные действия. Вот я в качестве фотографии вот из этой ссылочки привожу пример того, как можно заготовить флешмоб «Пусть всегда будет мир». Сделать можно корректуру в соответствии с теми целями и задачами, которые вы себе ставите и количеством детей, конечно, задействованных в этом мероприятии. То есть тут все в вашей власти и в пределах ваших возможностей и вашей фантазии. О привлечении национально таком специфичного материала, например, национальных сказок, легенд, если вот здесь присутствуют те, с кем мы общались, уже не в первый раз, мной говорилось на отдельном вебинаре, посвященном рассмотрению квестов. Если помните, я предлагала сценарий по мотивам башкирских сказок, который мы тогда рассмотрели, который, на мой взгляд, вполне приемлем для использования в целях патриотического воспитания детей. Почему? Потому что квест, еще раз напомню, это интеллектуальный вид игровых развлечений, который позволяет, во время которых участники преодолевают ряд препятствий, решают задачи, которые вы им формулируете и разгадывают логические загадки, справляются с теми трудностями, которые мы им в этом квесте предусматриваем. И вот ссылки на те технологии патриотического воспитания, которые можно в дошкольном или школьном образовательном извине использовать, здесь вашему вниманию предоставлены. Чуть постарше детишек, наверное, можно уже вовлекать в интеллектуальные игры, которые можно в виде игр организовывать по определенному сценарию, конечно же, да, и вот участие в подобных мероприятиях, безусловно, может обеспечить победу и не только в целях, да, досуг, но и победу. И, естественно, победу желательно было бы закреплять какими-то материальными вещами, грамоты, сертификаты и так далее. Сейчас очень востребованы бывают и собирается портфолио для детей. Ссылочку тоже на те виды, разные виды интеллектуальных игр, которые предлагают авторы одного из последних изданий, учащихся уже, там захватывается среднее школьное звено и старшее, здесь я вам оставляю. Конечно, нам с вами знакомыми и традиционными формами являются спортивные мероприятия, участие в соревнованиях. Мне вспоминается мое детство, где мы дожидались вот зорницу, игру и зимой проводили, никто бы, конечно, не, скажем так, не зацикливался на том, что вот это патриотическое воспитание. Здесь еще и возрастной фактор важен в подростковом возрасте, вот такой азарт, умение участвовать и находить взрослыми спланированной игры, вот зараниться с привлечением игр, там были и санитары, и вот такие ролевые, ролевая поуровневая градация была у этой игры, и я с очень таким благожелательностью вспоминаю об этом. Сейчас вариации разные, конечно, есть, в том числе и компьютерные игры, но на мой взгляд чувство коллективизма, конечно, способствует вот такие живые проведенные мероприятия, где можно и, конечно же, каждого участника номинировать по каким-либо позициям, которые вы можете выбрать. Ну, вот здесь тоже ссылки мной на слайде вам предлагаются, где игра вот партизанскими тропами, ну, на мой взгляд, сейчас, вы знаете, интернет изобилует подобными вещами, а вот то, что в рамках сегодняшнего нашего разговора предлагается, я постаралась вот такую подборку для вас организовать. Еще одним таким действенным видом патриотического статания сейчас стало вот так называемое патриотическое волонтерство. Слово-то и термин, казалось бы, новые, но вот отдельные элементы волонтерства известны нам тоже с далекого детства, ну, скажем, мы всегда оказывали помощь ветеранам, которых в моем детстве, конечно, было больше, теперь их с каждым годом меньше, поскольку история остается в частности Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны. Мы также благоустраивали памятные места воинские, если не захоронение, то вот памятники, и они есть у нас и везде, не только в больших городах, но вот выставки, фестивали, это, скорее всего, уже веяние последнего времени, потому что, еще раз повторюсь, ветеранов становится все меньше и меньше, и живое общение тоже, к сожалению, ограничивается, разве что только в виде фильмов и роликов, да, а вот организация исторических квестов, акций или интеллектуальных игр, это, конечно, вот то, что в совокупности с перечисленным представляет вот эту добровольческую, прежде всего, деятельность, которая также имеет цель патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. На мой взгляд, это очень здорово, потому что вот оно настолько востребовано среди молодежи, когда я общаюсь со студентами, это вот блеск живой в глазах, это такое желание, стремление, оно присутствует в определенной части молодежи, более того, при поступлении, по-моему, в высшее учебное заведение, вот эти волонтерские удостоверения и прочее, они тоже вот учитываются и вот в общественной деятельности вузов, и в персональной деятельности дальнейшей, это, конечно, приветствуется и всячески поддерживается на уровне как руководства, администрации, так и в региональных масштабах. Вот предлагаю вам в рамках нашего вебинара обратиться к опыту коллег из Дома детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга Фонтанка-32, они предложили такой проект «Объединяй Петербург», вот такие пешеходные экскурсии, которые, в общем-то, тоже не являются нечто новым, да, каким-то приемом, который мы можем использовать в нашей деятельности. Вот чем от обычной экскурсии отличается пешеходная? Это тот вид экскурсии, который позволяет погрузиться глубже, да, в историю улиц, дворов, домов, городского пространства, в данном случае речь идет о Санкт-Петербурге. Мы можем с вами говорить не только об таком урбанистическом пространстве городском, но и, скажем, поселке городского типа, в селах всегда есть те, к кому можно обратиться или чье построение дом или тот дом, ставший музеем, стал объектом, скажем, исторического, историко-культурного наследия и так далее. Педагог, в данном случае, как лицо, направляющий образовательный процесс, как правило, разрабатывает сценарий, или, если это уже взрослые, среднего звена, дети и старшего звена, идея подкрепляется и действия, вот они организовали целый цикл пешеходных экскурсий, которые касаются различных тематик и конкурсов. Тематика и конкурс представлены чуть ниже, в том числе и по Великой Отечественной войне, или, скажем, героям литературным не только литературным, но и писателям. Вот смотрю на молодые, дерзкие 20 век, это вот как раз герои времен Великой Гражданской войны и об историях детского движения от Шкита школы. И вот Петербург богат в этом плане, и не только Петербург, любой город нашей страны, любой страны может дать много материала для организации подобной работы. Что организаторы этой работы в частности пишут в своих публикациях? Они тоже отмечают тот факт, что есть ребята, которые всегда с удовольствием идут по вот этой стезе гражданского патриотического воспитания, ездят на полевые сборы, есть такие возможности, занимаются в кружках различной направленности. То есть для реализации возможностей очень много. А вот что делать с теми, кто особо не горит желанием заниматься этой деятельностью напрямую связанной с тем, о чем мы говорим. И вот здесь, на мой взгляд, коллеги сделали ставку на такой беспроигрышный вариант. Процесс воспитания подразумевает инициативу от самого обучающего. Согласитесь, да? Что это значит? Это значит, что подростку необходимо увлечь. А педагогу нам с вами нужно понять, что вот свобода, свобода подростка или старшего звена учащихся всегда привлечет больше внимания, чем навязывание какого-то мнения. А понятие свободы можно тоже трактовать по-разному, да? Но мы прекрасно понимаем, что свобода не может быть просто абсолютным понятием. Свобода ищет направление, то течение, тот вектор, который мы с вами вполне вот в этом возрасте можем задать. Исходя из того, о чем я говорила ранее, что такое патриотизм, да? Это любовь к родине по большому счету, но как не любить то место, где ты родился, то есть свою родину, если ты не знаешь об этом месте. Так вот, коллегам удалось очень успешно объединить вот эти два понятия, необходимых для воспитания патриотизма, это свобода выбора, прежде всего свобода, которая исходит и желаемо тем контингентом, который, скажем так, нейтрально или без особой охоты идет на такие мероприятия и изучение среды, в которой ты родился, в которой проживаешь, и педагог тем самым может направить посредством различного формата экскурсий, не только пешеходная, о которой они говорят, и подготовить экскурсию, это значит совершить своего рода исследование, изучить предлагаемую территорию, также можно разработать экскурсии, когда вот такие пешеходные прогулки появляются. Помимо изучения информации в интернете вот подопечная Никулина Анна Викторовна, если я не ошибаюсь, вот она в числе организаторов вот этого проекта была, и вот я даю выходные данные пособия, где в интернете вполне можно найти сборника, прошу прощения, пособия сборника, и вот рассказывает о своих своей деятельности достаточно интересные и креативные ребята, которые сами изучили территорию, представили это в виде презентации, выступили на конкурсе и дает статистику того, сколько участников конкурса, начиная где-то с 2005 года, кривая только растет. Мне кажется, это вот как раз то, ради чего этот проект и стоило организовывать. И вот в рамках таких патриотических направленных экскурсий, вот этого, реализации этого проекта, они реализовали пешеходные экскурсии больше, чем видно, называется. Этот проект включал семь экскурсий, и ребятам сначала предлагалось выбрать самим территорию, обозначить для изучения, затем тематические экскурсии, в процессе которых обучающиеся в этот конкурс вливались. И вот такое именно конкурсное начало, оно позволило детям проявить не только свои творческие способности, умение изучать вот эту среду обитания, территорию, но и, естественно, разнообразить сами темы и презентационный характер этих работ. Стоит отметить, что вот сама территория изучения детьми, она ограничилась Санкт-Петербургом, но в наших с вами руках есть алгоритм того, что уже опробировано нашими коллегами из Санкт-Петербурга, почему бы не попробовать применительно к тому, где вы проживаете. Пусть это будут варианты, пусть это будет проще немного, пусть это сначала будет в виде выступления, затем в виде презентации, и вы же вполне можете участвовать в тех же конкурсах, которые наши коллеги из мальших столиц Москвы и Санкт-Петербурга проводят. Почему бы и нет? И мне кажется, стимул будет повышаться как у детей, так и у педагогов, потому что такой масштаб не только ограниченный регионом, но и в целом страной. Мне кажется, это очень заманчивое предложение, которое и ребят тоже может заинтересовать. Я предлагаю организовать в рамках того проекта, что коллеги в Санкт-Петербурге уже опробировали, обшелную экскурсию к памятнику Денигали Шеймуратова в городе Уфе. Если даже нет возможности у ребят и детей из районов или других городов, не только Башкирия, но и других республик или регионов России посмотреть это уникальное архитектурное сооружение, которое появилось у нас недавно осенью в День Республики, и память это действительно восхищает. Я практически каждый день прохожу мимо него и каждый раз восторгаюсь тем, что вот эта монументальность она настолько в рельефах себя проявила, что можно к одному и тому же памятнику организовать экскурсии с малыми детишками и даже взрослыми, потому что есть любой объект вот в этом памятнике, который можно представить в виде текста или заснять его таким образом, чтобы было интересно на полчаса час можно конечно об этом рассказывать, но благодаря тому, что либо педагог помогает детям найти материал, либо вместе с родителями, если это младший и дошкольный возраст, а вот средне и старшее школьное звено можно конечно уже самостоятельно направить по следующему пути. Ну вот обратим внимание, что на открытии этого памятника у нас присутствовал министр культуры и действительно наш земляк это фигура удивительная, это блестящий командир дивизии, дивизия, которая дала самое, наверное, большое количество героев СССР, 78 человек. И символично то, что открытие этого памятника было приурочено не только ко дню республики, но с этой площади провожают наших батальоны, которые едут сейчас в зону СВО. Это и тот факт исторический, с биографией, что генерал, как вы знаете, погиб на территории Донбасса, где сегодня тоже решается судьба нашего отечества. В разных ракурсах фотографии, представленные сейчас вам на слайде памятника, они мне бы хотелось на барельефах. Понятно, когда мы представляем разные ракурсы этого архитектурного сооружения, можно естественно рассказывать много и долго и интересно о биографии известного генерала. Но дело в том, что это целый ансамбль архитектурный, который не только посвящен Нигалише и Муратову, а вообще всем воинам-защитникам. Например, можно дать задание для учащихся среднего звена или старшего, кто такие северные амуры, какое место занимали они в истории нашей, почему их назвали северными амурами, и вот до героев 112-й королевской дивизии. Я даю такую справочку историческую не удивляйтесь, пожалуйста, вот в некоторых исторических справках написано мини-гали с двойной Н, ну это, видимо, перевод идет уже, переводческие такие вещи языка тюркского, а у некоторых дается мини-гали с двумя шеймуратов, поэтому вот я варианты разные здесь использовала, ни в коем случае это не опечатка, не ошибка, но вот разные версии в энциклопедиях и биографических данных даются, но это не ошибка. Вот посмотрите, в каких ракурсах со всех сторон вот этот постамент можно сфотографировать и расположение барельефов прокомментировать с детьми в зависимости от их возраста. Вот например, с одной стороны есть вот скажем фрагменты отображающие в этом ансамбле это история и эпос в легенах. Вот посмотрите, есть и Салават Юлаев, кто такой можно исторической личностью Салавата Юлаева говорить, и мифический Урал-Батыр на крылатом Агбузате это мифический конь, кстати, в азбуке о котором мы сегодня говорили и познакомились тоже по Агбузате говорится. И вот каждый элемент рельефа, каждый герой, каждый запечатленный нашими архитекторами в этом ансамбле фрагмент, он достоин на мой взгляд рассказа того сюжета, который будет актуален для детей как младшего школьного возраста, так и среднего или старшего. Есть, например, такие картинки биографии Шеймуратова. Это мальчик, который играет на гармошке, и вот здесь есть колесный пароход. Это как раз Менигалиша Муратов, который в юности служил юнгой. Вот вам один биографический эпизод, и начиная с этого эпизода можно развернуть целую экскурсию. Или вот обычная жизнь башкир, соколиная охота, юрта, лошадь, и, соответственно, здесь уже можно дать такую этническую национальную зарисовку, которая будет интересна для разного возрастного контингента. Не обошли стороной, конечно, архитекторы отечественного войну 1812 года, где башкирских конников французы прозвали Северными Амурами, за их меткой стрельбы. Вот вам еще один сюжет для того, чтобы развернуть еще один сценарий для экскурсии и представить уже, скажем, для обучающихся, связать это с предметом истории в школе и так далее. И вот наша, скажем так, атрибутика республики нашей Башкирии, вот эта часть постамента, здесь можно увидеть цветок курая, который отображен и в нашем флаге как атрибуты государственности, и птицы неслучайно такие выбранные. И, кстати, недалеко от этого памятника недавно появилась вот скамейка и куница. Куница тоже является одним из вот национальных таких атрибутов нашей республики. Место исторически очень вот интересное, постамент просто завораживает. И мне кажется, вот на разные тематические сюжеты можно вот подобного рода пешеходные экскурсии организовать, которые были бы актуальны для детей самого разного возраста. вот пожалуй еще в завершение о колоннаде. Вот когда смотрим мы на этот архитектурный ансамбль общую фотографию, обратите внимание, такая полукругом колоннада стоит, и вот на всех этих колоннах выбиты все имена 78 бойцов башкирской дивизии, тех героев, о которых я вам говорила, и пяти кавалеристов, которые стали полными кавалерами Ордена Славы. Но страна должна знать своих героев. Вот на мой взгляд подобные вот разворачивания сценариев работы с детьми разных возрастов, начиная с дошкольного образовательного учреждения, вполне актуальны и вполне реальны для проведения в том числе и вами, уважаемые коллеги. Благодарю вас за внимание. Еще раз напоминаю, что презентацию кому она будет интересна и нужна, можно будет в Директ-Академии взять. И сейчас я традиционно хотела бы ответить на вопросы. Если таковые есть, пожалуйста, задаем. Я обращаюсь к чату. Вопросов, по-моему, про презентацию я уже вам сказала. Так, вопросов, по-моему, нет. Спасибо большое за слова и поддержки, и благодарности. Так, вот Светлана Бакаева, почему 11 октября 23-го года открывался этот архитектурный ансамбль, это День Республики, то есть вот открытие этого памятника приурочено было ко дню Республики и это был действительно такой праздничный момент и очень красиво, по-моему, и по центральным каналам нашего телевидения демонстрировалось и по нашему башкирскому каналу, и лично глава наш присутствовал, и гости города, в том числе и из Донбасса, были присутствующие вот на этом очень ответственном мероприятии. Так, вопросов пока не вижу, вижу здесь вот ссылочки на еще раз напоминаю, да, спасибо большое, по-моему, ответил на вопросы, поблагодарили, еще раз напоминаю, на каждом слайде различные ссылки, они не повторяются, где можно а вот, да, совершенно верно, 23-й, здесь, наверное, техническая, верно, мне на техническую момент, 11 октября 22-го года, да, вот здесь совершенно верно, вот здесь 11 октября 22-го года, не 23-й, 23-й действительно еще не наступил, спасибо, мои дорогие слушатели, очень, поправочку я здесь обязательно исправлю, 22-й год, конечно же, был открыт, не 23-й, сейчас мы живем в 23-м, простите, пожалуйста, за такую вот техническую оплошность, верно, верно, да, так, еще, пожалуйста, так, да, вот, сразу хочу сказать, если я приглашаю тех, кто не в Башкирии живет, вот гости здесь вот из многих республик, других, будете в Уфе обязательно посетить этот комплекс, он находится в центре столицы и, ну, достойно действительно вашего внимания, потому что, еще раз говорю, здесь не просто вот комплекс, который отображает, ну, всю жизнь и историю, исторические фрагменты нашего народа. так, идеи, идеи, да, мне бы очень хотелось, чтобы вот идеи, которые были в ссылочках, в различных ссылках вам предложены, каждый из вас найдет то, что вас заинтересует для своего возрастного контингента детей и, пожалуйста, используйте. Вот такой вот, я попыталась, моя задача была аккумулировать вот все те приемы, наша сегодняшняя встреча называлась, эффективные приемы и способы их реализации. Апробация, вот, пожалуйста, даже автор методического пособия сегодня у нас присутствовал и выходные данные есть. Эффективные приемы, на мой взгляд, в разных вариантах вы вполне в своей деятельности их реализуете. Я могу пожелать вам только удачи и творческого вдохновения, потому что, ну, все в наших силах. Спасибо большое. Да, получилось мини-экскурсии. Моя задача достигнута, Наталья, совершенно верно. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Тогда до следующей встречи. Я и на следующей встрече, до каникул тоже постараюсь очень интересную тему вам раскрыть. Всего доброго. До свидания. Презентация вашего распоряжения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова